Спорт как смысл жизни. 30 октября в России отмечают День тренера. Праздник наставников, которые помогают спортсменам добиваться высоких результатов и значимых побед. О человеке, который закладывает нравственные фундаменты и открывает северным жителям мир спорта, расскажет Василий Хатанзейский. Разминка. Именно с этого начинается каждое утро Павла. Молодой человек уже с детства занимается спортом. И именно с этой сферой деятельности решил связать свою жизнь. Вообще изначально начал заниматься с 14-15 лет. Потом в данную сферу деятельности меня пригласил мой друг Скорцов Алексей Иванович. Но, если честно, изначально отказался. Почему? Потому что считаю, что когда ты сам тренируешься, это одно. А тренировать людей, ну это такая большая ответственность на самом деле. Но опасения быстро ушли. Павел решил получить профессиональное образование. И во время учебы еще сильнее утвердился в своем выборе. Очень интересно было. Почему? Потому что когда первая учеба у меня проходила в Москве, и просто большое количество тренеров там присутствовало. И помимо того, когда у нас курсы шли, в переменах, в отдыхе, допустим на обед или какие-то перерывы, все собирались и обсуждали. То есть, ну, много у кого можно было поинтересоваться, спросить. Сейчас Павел проводит персональные тренировки. Всего у молодого спортсмена более 20 клиентов. Каждому воспитаннику Павел находит свой подход. Ведь при тренировке нужно учитывать не только физическую форму, но и особенности здоровья. Павел тренируется у него три раза в неделю. У меня были проблемы с позвоночником в поясничном отделе. С момента, как я начала тренироваться, мы укрепили спину, и боли меня больше не беспокоят. Также достигла хороших результатов внешне в фигуре. Также Павел помимо физического воспитания всегда поддерживает своих учеников и мотивирует их на лучший результат. Павел замотивировал меня пройти обучение на нутрициолога. То есть, сама сейчас могу составить себе план питания, корректировать его. Ну и, в принципе, замечательный тренер, который дает мотивацию и поддержку, когда тебе тяжело, хочется уже все бросить, не идти на тренировку, потому что у тебя плохое настроение или еще что-то. Для Павла сейчас самый главный результат – это счастливые лица и успехи своих воспитанников. На данный момент мне самому становится уже интересно тренироваться, а как у моих подопечных идут результаты, как они радуются. Вообще, в целом, как меняется их эмоциональный фон, внешний вид. Вообще, как они начинают мыслить даже. Ну, человек меняется на глазах и это не может не радовать. Помимо тренировок, Павел контролирует своих воспитанников вне зала, каждому из которых он составляет план питания, что немаловажно для хорошего результата. На самом деле, каждому нужно расписать тренировку, каждому, как я говорил, индивидуальный подход. Помимо всего этого, людям еще нужно подкорректировать питание. Не говорю, что прям расчет точный, но какие-то рекомендации, еще что-то либо. Работа тренера – это не просто создание красивого тела, это целая философия. Благодаря тренерской поддержке люди берут себя в руки и делают себя счастливыми. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.